Возвращаясь на место преступления в магазин. У меня все магазины места преступления. Где я вам снимала? Помните, брендовые, Dolce & Gabbana, Prada, все вот это вот, Винерс называется он у нас. Я решила пойти посмотреть, что там есть новенького и вышли что-то на распродажу из тех вещей, которые я тогда примеряла. Там было много всего хорошего. Все, пошли смотреть. Магазин Стокова, называется Винерс. Это то же самое, что американский ТГ Макс. Только у нас продаются здесь всякие красивые брендовые красивости. Входа меня встречает прям сразу. Возочка Клоя. Буду вам показывать цены канадских долларов. 500 долларов. Ну да, такая не дешевая, конечно. Но красивая, красивая. Ну, такая своеобразная. Не все такое любят, конечно. Это похоже на Миссони, но по-моему нет. Судя по цене, 129 долларов. Рони Коба. Коба, Рони Коба. Не знаю, что это такое. Такая ёпочка, похоже очень на Миссони. 129. Красивая. Необычная, оригинальная. Кто это у нас? Ваксмар Викин. Ваксмар Викин стоит у нас 130 долларов. Выглядит она вот таким вот образом. Попробую отойти подальше. Не могу в одном заде стенка. Ну, в общем, много тут всего наворочено. Здесь такая клеточка. Здесь зеленый такой, типа, крепкий шин. Очень интересно, кстати, все это сделано. Здесь кружево. Все это как-то вшито, пришито, расшито какими-то клиниями, кусками. Еще все, все, все. При этом заплессировано в плессировку. Вот что-то очень красивое, очень нежное. Называется Ира Айру. Тоже не знаю, я не специалист. Я не очень разбираюсь, но вообще очень красивое. Сейчас я попробую ее съем. Так. Вот сюда мы ее повесим. Видите, здесь сделан пояс такими засипами. Здесь тоже очень красивая ткань. Вот так она выглядит. Очень такая нежная, романтическая юбочка. Разные длины, сзади длины, спецы, короче. Пиджачок черненький, Версачи. Версачи, Версачи. Вы знаете, он так быстро модный? Или снова вошел в моду? Ну, расскажите мне. Прочем? Ну, 300 долларов всего лишь Версачи. Прям настоящий Версачи. Без всяких. Мне кажется, что он очень из старой коллекции. Или из очень новой. Вот такое дело. Я так понимаю, что их новые вошли в моду. Эти короткие пиджаки. Видите, здесь цепочка. Это не нитка просто. Это цепочка. Кофта с оторванной пуговицей. Носы или потому что с оторванной пуговицей. Эту Тори Бердж с ключиком каким-то. Ну, симпатичная такая кофтюля. Ну, у нее оторвана пуговица. Поэтому ее выставили на распродажу. Потому что, ну, можно найти такие пуговицы, в принципе. Можно просто все поменять. Но, слушайте, цена такая не тормовая. Это брючки, кстати, Versace за 200 долларов. Просто бархатные. А у входа нас встречает такой пиджак. Что? Дик Вольтер. Хочу он. Вот это все. Очень нарезан. Так, за Дикой он 1582. За Дикой. А у нас он стоит всего лишь 100 долларов. Вот такой вот фраг блестящий. Больше 100 баксов. Вообще, большая очень скидка, если посмотреть. 582 против 100. И пиджак. Вот Максмара. Мэнди Митлэй, все как надо. Максмара вкусил. Максмара вкусил. Максмара вкусил. И я не вижу. Сейчас надену очки и скажу. 1800. 1790 долларов. А у нас тут 300. Вы понимаете, какая разница? Просто колоссальная скидка. Просто колоссальная скидка. Действительно очень хорошая цена. Ну и что, что он позапрошлогодник. Подумаешь. Зато какая дешевка. За Дикой Квальтер. Кожаные. Не кожаные, а как мельюмчики. За бельюки. За 300 долларов. 300 долларов. Вы помните эти платья? Все это было. Они сейчас на распродаже. Вы помните эти платья Prada? Я вам их снимала. Эти платья Prada я вам их снимала. А сейчас они на распродаже. 350, а были 600. Правда, дура, подонала. Как комбинашка просто. Девочки, кто новые зрители? Если вы не смотрели мой тут влог, а где вы посмотрите? Я там снимала эти вещи, примеряла их. Вот эти у меня были платья. Я не примеряла. Я цену этот платья Prada. И оно... И оно стоило... 400. Если я здесь, то это 120. 400. И такой вот, дрессированный. Видите, ну, что пошло на распродажу? Много вещей, которые я тогда мерила. Майкл Корс, 180. Вот эти юбки. Вот такую юбку я мерила. Помните? Только вот это расцветка. Розовая. И есть такая вот. Это тоже юбка Prada. Столи они 300, сейчас стоит 180. И вот эту юбку Max Mara я мерила такую только яркого цвета какого-то рожи. Нет, морской волны, по-моему, я мерила. И сейчас она стоит 180. Она 180. Зимняя такая юбка, шерстяная. Она, по-моему, была... Она, по-моему, не короткая, но она, по-моему, была шерстяная или полшерстяная. Сейчас посмотрим. А вот, видите, вверх, самоткань, стопроцентная шерсть. Вот, вот. А, это подкладка. Вот это подкладка. Подкладки синтетические. Это тоже пиджаки Max Mara. Тоже настрогазы. Тебыли в горошек, этих полосочек. Почему? 180 был 300. Вовсе даром. Ну, он такой без подкладки, без ничего. Ну, много он, все размеры. 180 долларов пиджак Max Mara здесь. Да? 180? 180. Да. Очень классный. Такой матроский. Так, что это у нас такое красивое висит? О, это Клоя тоже. Платье за 600. Это не Сэл. Посмотрите, какое платье. Такое 70-е прям. Причем оно здесь сделано вархат. Здесь такая вот ткань. Крузово. Родник такой точно, я помню. Помню, в 70-е были такие воротники. Посмотрите, красиво. Вот это очень красивое платье. Посмотрите, какая у него форма. Какой цвет. Здесь с бантом. Сарафан. Такое на шлейках. Оно сейчас 100 долларов. Стоил 30. Катюрпурь уронила я. А, это Тэдбейк. Четвертый размер, маленький. Очень красивый. Сейчас я его поправлю. Надо попробовать его снять. У него здесь запах. Юбка такая. Видите, здесь бант. Запах. Юбка такая, книжка. Суженая книга. Красиво. Очень красивое платье. И недорогое. Это платье Макс Мара. Его тоже не было. Макс Мара выкинг или Макс Мара? Черное платье. Макс Мара. Не выкинг. Сейчас. А это больше. Стоит 180 долларов. Тоже недорого. Вот правда, что. Макс Мара. Сто процентов картон. Хлопок. Вот это там что-то ацетат. И это, например, подкладка. Хотя я не вижу подкладку. Но оно очень красиво сделано. Посмотрите, какие шлейки. Запах. Здесь так зашиты складки. И вниз идет юбка. Расплешается. А еще вот платье. Сейчас я вам покажу. Это Ред Валентина. Стоит 900 долларов. Вот почему такое дорогое? Ред Валентина что, дороже, чем Макс Мара, Брэн? Мне кажется, Ред Валентина это какая-то более дешевая линейка, чем с Валентина. Но она у нас здесь стоит дороже, чем Макс Мара. И вообще она какая-то старомодная. Мне она мне очень нравится. И вся такая синтетика. А вот это Макс Марочка. Черное, хлопковое, красивое платье. Размер медиум написано. Но я даже в него... А, нет, почему-то 30 четвертый. Я даже не могу в него покушаться. О, вот это что-то интересное. Дайте я посмотрю. Кужаный или курзан? Курзан. За 150 долларов, конечно, курзан. Называется Тиви. Нулевой размер. Тиви. Не знаю. Ну, красиво, посмотрите. Здесь карманы. Здесь такие защипы. Внизу тоже защипы. И оно очень на ощупь похоже на натуральную кожу. Хотя оно нет. Вот это платье, правда, тоже было на селе. Вернее, сейчас оно на селе. Помните, я его мерила? Я в него не застегнулась. Здесь эти кнопки. Оно у меня было маленькое. Сколько оно сейчас стоит? 360. А было 600. Тоже дорого. Но это большой размер. 42-й. Наверное, я бы в него вошла. А может и нет. Обалденно красивый цвет. Нет, оно осталось одно. Вот этих вот много в цветочек. А вот это осталось одно. Потому что оно очень красивое. Это доча габана. Я похожее мерила. Помните цветочки? Похожее я примеряла платье. 420 она сейчас. Той дочи габана уже нет. Той уже купили. Вот это я не знаю, что за бренд. Он тут висит рядом. Стоит 80 долларов. Видимо, повесили, потому что тоже цветочки. Милли пуччи розовая. Было 850, а сейчас 510. А просто такое розовое платье. Вот ничего в нем нету интересного. Но все это сейчас уже на сейле. О, вот это что-то красивое. Правда. Какое красивое платье. Оно состоит... Видите, такая же застежка. Кнопки. Оно состоит из двух частей. Собственно, платье и подкладки. Вот это вот здесь такая. Это нижнее платье, а это... А это верхнее. Я не вижу цены. Смотрите, какой красивый. А какой интересный. Ну, она маленькая. Я даже как бы на него тоже... Даже и не покушаюсь. Мне просто интересно, сколько оно стоит. А вот. А она тоже на сейле. 360 вместо 600. Так, это платье миу-миу. 280 вместо 300. Ну, такое. Оборочка. Что тут у нас яркое такое красивое? 150. Это миу-миу тоже юбка. Красота. Очень красиво. Свитера Максмара Выкинд. Максмара Выкинд почем у нас? По 100 долларов. Сейчас посмотрю состав. А это, наверное, не Выкинд. И стоит 180. Это просто Максмара. Я думаю, что это... Я думаю, что вот это Кашемировая. А может и нет. Это Максмара. А вот это Максмара Выкинд. Сейчас посмотрю состав. Так, Максмара Выкинд 100% вертим вон. Совсем неплохо эти 100 долларов. Чистая шерсть. Максмара просто. Так, 37% Махер. 23% Вискоза. 20% Полиамид. И 14% Полиэстер. 6% Шерсть. Но это нечестно. При этом он стоит 180. А этот из чистой шерсти, потому что он выкин, стоит 100. Это нечестно. Ещё одна кофточка Клоин. Сейчас мы её повесим в пропорле. Вот так она выглядит. Я, к сожалению, не могу, мне трудно её показать. Ещё 7 минут сюда вот повешу. Вот так она выглядит. Такая вот широкая распашёнка. Здесь подкладка бежевая. Сверху сделана как будто прозрачная ткань. И сверху сделана вышивка, кружева, не знаю, в общем, что-то такое. Стоит она красивая. Красивая. 400 долларов, зараза, стоит. Очень дорого. Прям даже не знаю, что вам сказать. Мне... Я потеряла даже в вечер. О, окей, окей. Стала вывезти. Ну, а это... Мил-мил. В общем, да. Всего лишь за 400 долларов, девочки, вы можете стать обладательницей вот такого же лета, мил-мил. с такими безумными, безумными блюдками. Так, появилась новая обувка. Пирограмма сальватора. 400 долларов. Мне кажется, он был раньше. Нет, был, был. Я помню этот каблук. Вот прадовские... Прадовские сапоги золотые. А помните, я мерила похожие туфли? Вот я примеряла туфли такого же типа. Они были очень красивые. А сапоги, конечно, эти какие-то дурацкие. О чем они, интересно? По 200 баксов всего лишь. Всего лишь, да. Так, мил-мил лоферы. Мой размер. 250. Вот почему мил-мил лоферы стоят дороже, чем... чем... прадовские вот эти баксы сапоги. Не знаю. Еще вот такие странные. Рада. Как... из тканетки сандали. За 200. Вот такие страшные, некрасивые. Вот Майкл Курс. Наш пролетарский. Миша. Со 150. Что, красивые, между прочим? Симпатичные такие, правильно? Так, мил-мил, боже, что у меня... Как все блестит и переливается. 250. Вот, смотри. Неужели такой кто-то будет носить? Я извиняюсь, девочка. Может, кому-то это нравится? Простите меня, если я кого-то обижаю своими замечаниями. А это лонг-чам. Лонг-чам. Сумка за 500. Знаете, как там лонг-чам? Так, здесь у нас тоже черевички от Прада. Вот там такие золотые с черным, а это черные с золотом. Ну, очень своеобразные. Вот туфли, те были красивые, а эти, конечно, так себе. Тирогамма, мы размер пятый. Всего лишь за 200 долларов. Посмотрите, какие. Между прочим, так, отодвинем эти блестки. Между прочим, очень симпатичные носибельные босоножки. Хороший каблук. Такой, знаете, коричневый на все случаи жизни. Кожаные. Из моды не выдадут никогда, потому как такие не ультрамодные. И вот мой размер тоже четвертый. Мил-мил. Босоножки, но эти менее практичные. В таком вот полиэтиленовом каблуке. Это 250. Вот такие. Слушайте, вот я не пойму. 250, да, вот эти. А это ферогамма. Ферогамма, это стоит дороже, в принципе, чем мил-мил, по-моему. Вот действительно. Посмотрите, какие симпатичные. Давайте я их померю. Давайте я их на себя примерю. Сейчас, прежде чем примерю, покажу вам еще. Боже мой. Это Майкл Корс. Господи, какой ужас. Они весят 100 килограмм. 200 долларов. Вот смотрите, вот это Майкл Корс 200 долларов, да? Ужас. И вот эти ферогаммы за 200 долларов. Можно разно сравнить. Нельзя. Ну и еще таких немножко. Мил-мил. 250. С стразами. Боже мой. Красота. Смотрите, как они хорошо выглядят. Очень удобные. Вот я стою в нем в этой ферогамме. Они очень удобные. Очень красиво выглядят. Вот эта вот ферогаммская пряжка здесь. Прям точно мой размер. Супер, ребята. Теперь я знаю, какой у меня размер ферога. И, знаете, они широкие. У меня мало того, что маленькая нога. У меня еще обычная обувь широкая. Вот здесь вот где-то перепонка. У меня обычно все велико. А здесь прям в самый-самый раз. И они такие удобные. Снимаем. Босс. Ну, это женские. 36,5. Это женский размер. Куба Босс. 150 долларов. Смотрите, какие. Такие как будто бы мужские. А на самом деле женские. Это что такое? Что и почем? Меуми. Это Меуми за 250. Вот такие вот платформы. Такие же есть бордовые. Мне не нравится. Совсем не нравится. Вот Меуми совсем не нравится. Ну, и вот такой вот. Я не удивляюсь, что их продали. Я не удивляюсь, что они ушли в стоп. 250. Меуми. Мой размер 6. Посмотрите, какой ужас. Фу. Меуми сумочка. Причем. 219. Так, что у нас тут еще по сумкам? По сумкам у нас груз печаль. О, смотрите, как интересно. Это Ак. Ак. Вот эти вот самые босоножки. Ой, ботинки, сапоги. 90 долларов она стоит. Всего лишь. Она из натуральной замши. С натуральным мехом. Такой интересный. Давайте ее к себе приложим. Может, все любим к себе прикладывать. Правда? Так. Турбочка такая, правда? Симпатичная. Хорошенькая. Ну все, мне кажется, я вам все засняла. А ну вот еще такие странненькие. Странненькие. Тоже, кстати, моего пятого размера. Туфли с носочками. С 250 мил-мил. Мил-мил вообще жжет, я вам хочу сказать. Таких ужасных такой обуви, как мил-мил. Во всяком случае, та, что попадает к нам в аутлеты, я не видела. Я не видела. Оказывается, она мало того, что все в блестках, она еще все с такими вот камнями на каблуках. Как они интересные. Мне, наверное, все осыпаются эти блестки, если их носить. Довольно часто. Ну все, девочки. Мне кажется, я все вам сняла самое интересное. Ничего не пропустила. Все, что здесь есть. Вот еще какие-то жидкие блестки. На этом буду прощаться. Если вижу что-то еще, то сниму. А на сегодня все. Всего вам доброго. Увидимся в следующем видео. Я надеюсь, что вам понравилось то, что я вам наснимала. Вам было интересно. Все, с вами была ваша Дита из канала. Пока-пока-бай. Пока-пока.